Здравствуйте, с вами Ольга Борисова, ведущий менеджер по подбору персонала компании Роско. Вы наверняка знаете, что согласно Трудовому кодексу, работающие россияне, неотнесенные к льготной категории, имеют право на 28 кулинарных дней уходить в оплачиваемый отпуск. Каждый год. Но когда можно заменить неотгуленный отпуск выплатами? Как сделать расчет компенсации и какой штраф грозит работодателю, если его подчиненный не использовал свой отпуск? Обо всем об этом расскажем в этом видео. Работодатель обязан предоставлять своему сотруднику каждый год отпуск, согласно статье 122 ТК РФ. Если по производственной необходимости или по личным обстоятельствам сотрудник не использует свой отпуск, то его переносит на год. То есть число дней положенного отпуска удваивается. В исключительных случаях за дни отпуска, которые не были использованы, положены денежные выплаты. Подробнее об этих случаях расскажет юрист компании Роско Дарья Потапкина. Вот ситуации, когда предусмотрены денежные выплаты за неиспользуемый отпуск. Во-первых, при увольнении сотрудника, если у него есть неиспользованные дни отпуска, начисление будет произведено по приказу руководителя. Писать заявление о предоставлении выплаты уволенному сотруднику не нужно. Во-вторых, если работнику положены дополнительные отпускные дни, кроме основного отпуска. Для получения выплат за дополнительные дни, которые не были использованы, работник должен написать заявление. Дополнительные дни отпуска работнику можно заменить на денежную выплату, согласно статье 126 ТК. Сотрудники, которым положен удлиненный отпуск, работающие на опасном производстве при вредных условиях труда, у которых по договору установлен ненормированный рабочий день, сотрудники с инвалидностью, педагоги и медработники, работающие в условиях Крайнего Севера и в приравненных к нему территориях. Длительность дополнительного отпуска регулируется ТК и для каждого разная. Например, для сотрудников с инвалидностью предоставляется два дополнительных дня, а три дня для работников с ненормированным рабочим днем. Трудовой кодекс содержит множество нюансов, которые могут вызвать сотруднения как у работодателей, так и у сотрудников. Если вы хотите глубже разобраться в этих вопросах и быть в курсе последних изменений, тогда подписывайтесь на наш канал. Согласно ТК, не допускается замена ежегодного отпуска и других видов дополнительных отпусков компенсации сотрудникам. Таких категорий. Первое – работникам, не достигших совершеннолетнего возраста. Второе – женщинам, находящихся в состоянии беременности. И последнее – сотрудникам, работающих в опасных и вредных условиях. Дополнительный отпуск с продолжительностью от 7 календарных дней работник должен использовать по назначению. Замена отдыха денежной компенсации не предусмотрена. Получить денежные выплаты работники этих категорий могут только при увольнении. Как рассчитывается компенсация за отпуск? Компенсация за неиспользованные дни отпуска рассчитывается по специальной формуле, где за среднее количество календарных дней в месяц принято показатель 29,3, а 12 календарных месяцев до уволения считается в расчетный период. Чтобы рассчитать средний дневной заработок, используется такая формула. Если человек увольняется в последний день месяца, в это время входит расчетный период. К примеру, работник увольняется 30 мая, то расчетный период будет рассчитываться с 1 мая прошлого года до 30 апреля текущего года. А если заявление об увольнении от 31 мая, то расчетный период с 1 июня прошлого года до 31 мая текущего. В случае, когда расчетный период приходится на декрет и отпуск по уходу за ребенком, учитывается период за 12 месяцев до ухода в декретный отпуск. Также подробнее узнать о правах декретного сотрудника вы можете в этом видео. Переходите по ссылке и смотрите. Если работник отработал в компании и решил уволиться, в этом случае расчетный период – это месяц, за который он отработал фактически. К примеру, сотрудник отработал 11 месяцев. Компенсация отпуска выплачивается полный рабочий год. Если период работы составил от 5,5 месяцев до 11 месяцев, выплачивается компенсация полностью за весь год. В таких случаях, как ликвидация предприятий, сокращение штата сотрудников или призыв на военную службу, для сотрудника отработающего половину или месяц предусмотрена денежная выплата за 2,33 дня в месяц. Компенсация за неиспользованный отпуск выплачивается работнику в день увольнения. В случае, если сотрудник в этот день не работал, то выплата производится не позднее следующего дня, после того, как работник получит полный расчет. Взыскание задолженности по зарплате – это наложение судом материальной ответственности на работодателя за отсутствие зарплаты или несвоевременные неполные выплаты сотруднику. Юристы компании «Роско» могут помочь вам в решении таких трудовых споров. Для получения помощи позвоните по номеру, указанному на сайте, или оставьте онлайн-заявку через форму обратной связи. Ловите промокод YouTubeRosco, по которому вы получите скидку на наши услуги в 15%. Все контакты вы найдете в описании к этому видео. Какие штрафы предусмотрены в случае, если вместо отпуска работник получил компенсацию? При замене денежной выплаты на весь срок отпуска, а не той части, которая превышает 28 календарных дней, работодатель нарушает трудовое законодательство, что повлечет за собой назначение штрафа. В таких случаях, согласно части 1 статьи 5.27 Кодекса об административных правонарушениях, будет наложен штраф на индивидуального предпринимателя или руководителя компании от 1000 до 5000 рублей, а компания заплатит от 30 до 50 тысяч рублей. При повторном нарушении сумма штрафа увеличивается значительно. Для предпринимателя и директора от 10 до 20 тысяч рублей. Штраф к должностному лицу может быть заменен отстранением от выполнения профессиональных обязанностей от 1 до 3 лет. Для организации и компании сумма штрафа увеличивается и заплатить придется от 50 до 70 тысяч рублей. Чтобы работодатель не получил штраф, увольненный работник должен получить денежное возмещение за все неиспользованные дни отпуска в день увольнения. Кроме этого, не стоит забывать, что компенсация облагается НДФЛ и страховыми взносами. В случае, если работник продолжает работать и ему, к примеру, положен отпуск за вредные условия труда, работодатель может финансово компенсировать только дополнительные дни. Для расчета компенсации используются формулы, но рассчитать сумму можно и на специальных калькуляторах. Мы надеемся, что данная тема стала для вас гораздо понятнее. Однако не упускайте возможности обогатить свои знания в области трудового права и будьте в курсе последних тенденций. Наш плейлист вам в этом поможет. И спасибо, что досмотрели это видео до конца. С вами была Ольга Борисова. Если у вас остались вопросы, прямо сейчас пишите их в комментариях. Юристы нашей компании РосКо бесплатно ответят на них. Ну и конечно же подписывайтесь на наш канал, будьте в курсе и будьте с РосКо.